Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Александра Черно вчера весь день оправдывалась, почему в конкурсе «Человек года» поддержала Романа Капаклы, а не Алену Савкину. Главная причина – антипатия к Ольге Рапунцель. Розалия Райсон продолжает раскрывать секреты Дома 2. На этот раз девушка решила рассказать все, что знает об Ольге Сударкиной. Но ничего нового из ее рассказа узнать не удалось. Ольга была назначена провокатором, прекрасно справляясь со своей ролью, постоянно говорила, что ей ничего никто не может сделать, потому что за периметром у нее серьезные связи. Но Уломский и Игрунова все равно намерены довести дело до суда. Валерий Блюменкранц отказался строить любовь с Олесей Ткаченко и сестрами Ярушкиными. Мужчине надоело постоянное нытье девушек и он даже общаться по-дружески с ними не хочет. Милена Безбородова и Алексей Безус снова расстались. Теперь девушка мечтает о рэп-тусовках и пишет в соцсетях, что жалеет о приходе на Дом 2. Бывший участник Дома 2 Алексей Самсонов совсем недавно официально развелся с Юлией Щиулиной и уже собирается сделать предложение руки и сердца своей новой избраннице. Еще вчера Юля Романова была готова покинуть проект, лишь бы не извиняться перед коллективом за свое плохое поведение. Девушка, не задумываясь о последствиях, послала ведущего и ушла с Тета. На минуту даже показалось, что она действительно решительно настроена отправиться за ворота. Иначе какой смысл было ругаться со всем коллективом? Но что-то пошло не так. Уже сегодня утром на странице Юли появился пост, в котором она призналась, что вела себя очень плохо. Больше так не будет. Самой жутко не нравится. Как все это выглядело со стороны? Это были последние эфиры, где Романова вела себя так ужасно. Больше такого не повторится. Неужели выводы сделала? Или боится среды, когда, скорее всего, снова окажется среди претендентов на вылет? Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Артем Сорока начал присматриваться к Ольге Сударкиной, но пока они не могут построить отношения, потому что у девушки большой груз своих проблем, ей нужно разобраться с последствиями потасовки с игру новой. Сложно понять, Александра Черно насмехается над своими подписчиками или реально не понимает абсурдность своих предложений. Мало того, что она является антирекламой процедур, которые ей делают по бартеру, так теперь Саша еще и секретами своей красоты делиться готова. Неухоженные волосы, проплешины на голове, облезлые ресницы, обгрызанные ногти. И ведь нельзя сказать, что специалисты плохие, ведь их услугами пользуются и другие участницы дома 2. Но почему-то ни у одной из них ничего не отваливается и не отклеивается, по крайней мере так часто, как у Черно. Интересная новость с сайта шлок. Участница дома 2 Елена Баранова сообщила, что покинула реалити-шоу по решению ведущего Влада Кадони. Елена не объяснила, что стало причиной, но догадаться несложно. Барановой заплатили 1000 рублей и отправили в аэропорт. Девушка расстроена, ведь ей очень нравилось на доме 2, но с другой стороны рада, что возвращается домой к маме и больше не будет плакать. Как отреагировал на уход своей бывшей Артем Сорока пока неизвестно, но в последнее время от постоянного нытья Лены сходил с ума не только он, но и весь коллектив. Бывшие участники дома 2 Елизавета Трианда Фелиди и Алексей Чайчиц поняли, что созданы друг для друга и неожиданно для всех решили пожениться. На подготовку к скромному бракосочетанию у них было всего несколько недель, ведь пышное торжество они решили устроить не в России и не раньше, чем через полгода. После свадьбы Чайчиц улетел на работу в Китай, а его жена осталась в Москве и должна была в скором времени к нему присоединиться. Но в связи с тем, что Лиза никак не может через суд добиться права видеться собственной дочерью, не говоря уже о том, чтобы забрать девочку, которая живет со своим папой, ей придется пока остаться в столице. Более того, Трианда Фелиди даже приблизительно знает, когда они с Чайчицем будут вместе, хотя уверена, что суд будет на ее стороне. Зарплата хорошая, жилье в Москве есть. Планирует купить еще одно, а у Алексея есть своя квартира в Минске. Алексей Безус затеял хитрую игру. Он не только пригласил на поляну маму своей дочери Мии вместе с малышкой, но и намерен поселить их в вип-доме семьи Дмитренко. Разоблачили интригу по выселению Рапунцелей из Дома-2 в дневном эфире. Не случайно же заявил Безус, что Оля не является хозяйкой апартаментов. Нашел Алексей способ не только расстаться со своей девушкой Миленой Безбородовой, но и примататься к теме Рапунцелей. Зачем ему думать о столь необходимых для дочки вещах, как аксессуары для кормления или купания, когда можно все это позаимствовать у семьи Дмитренко. И как это они могут не согласиться? Ведь Василиса и Мия смогут общаться. Заодно и намекнул, что не они хозяева вип-дома. Раз согласились выселить Татьяну Владимировну и Алену Савкину, то и на заселение абсолютно чужой женщины с крохой точно должны согласиться. Эти аргументы и изложил хитрый Алексей Безус ведущему Владу Кадони. Прежде чем затевать такого рода интриги, Безуса следовало бы отправить на стажировку к Диме Дмитренко. Уж тот-то точно знает, как заботиться о ребенке, в отличие от Леши, который свою дочь впервые увидел на телешоу Бородина против Бузовой. Но занять место Рапунцелей в вип-доме он явно не против. Тем самым начинается новая акция по выселению семьи Дмитренко из вип-дома. Ведь без согласия создателей реалити-шоу Дом-2 никогда бы не рискнул Безус посягать на жилье брендового семейства. В одиночку ему такого рода интригу явно не потянуть. Или все-таки сам придумал какой-то ход для раскрутки себя в эфирах? Как думаете? Пишите комментарии! Бывшая участница Дома-2 Либерш Кпадону неоднократно негативно высказывалась в адрес Александры Черно. И все потому, что считает девушку слишком наглой, высокомерной и зазвездившейся. В свое время, когда Саша волосами Анастасии Толстихиной вытирала дверь в женской спальне, Либерш вызвала ее на бой на перчатках, желая объяснить, что нельзя себя так вести, особенно если ты в разы сильнее. Но бой не состоялся. По словам Либерш, Черно испугалась, а Саша утверждала, что не желает пиарить бывшую участницу. Причем самое интересное, с Настей Толстихиной Черно давным-давно помирилась, а с Кпадону война продолжается. Сегодня состоится долгожданная встреча. Либерш собирается на новогодние съемки на Дом-2 и там встретится с Александрой. Как думаете, чем закончится их общение? Пишите комментарии! До свадьбы Аганесяна и Черно осталось всего 4 дня. А по сети снова ходят слухи, что до ЗАГСа парочка может и не дойти. После того, как Черно узнает, как весело провел время напоследок ее будущий муж. Вскрылись подробности отдыха Аганесяна на мальчишнике. И Александре они вряд ли понравятся. О том, что парни вначале распивали горячительные напитки в административном здании. Потом поехали в караоке, а закончили баней. Но по дороге они даром времени не теряли и пытались познакомиться с девушками, точнее пытались их снять. Одним из самых активных в этом вопросе оказался Артем Сорока. По крайней мере, так уверяли отдыхающие. И хотя у Артема ничего не получилось, Аганесяну все равно не поздоровится. Ведь отсутствие какого-либо контакта с женщинами на мальчишнике было одним из главных условий будущей жены Аганесяна. Как думаете, устроит Саша разнос Иосифу или потерпит до 23 декабря, когда уже можно будет делать со своим законным супругом, что за благорассудится, не боясь, что он сбежит. Ведь Саша почему-то твердо уверена, что печать в паспорте это практически как наручники, поставил и человек тебе принадлежит всецело до конца жизни, ну или пока не надоест. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!